Всем привет! Меня зовут Абами Лиса, и сегодня я расскажу вам о бьюти лайфхаках для девочек в школу. Знаете, сейчас на улице такая скверная погода, потому что как бы зима, и это никоим образом не способствует тому, что мы в школе с вами выглядим красиво и хорошо. Кстати, хорошие новости, народ! После просмотра этого видео вы можете посмотреть видео на канале у моей подруги Рины. Она сняла еще больше лайфхаков и еще больше советов специально для вас. Ну что ж, прежде чем я поделюсь с вами этими лайфхаками, которые, кстати, я на самом деле использую, то есть вот реально использую, а не говорю о том, что я их использую, просто чтобы сказать это на видео и убедить людей, что они не зашквар. Нет, они реально были мною все использованы. И прежде чем ты все это узнаешь, подпишись на мой канал, тык, и включи себе в этом линии опубликации, чтобы, ну, в дальнейшем ничего не пропустить. Приступим? Чтобы быть няшкой с красивыми, а не обветренными губами, используйте скраб для губ. Кстати, это тот продукт, который можно очень просто приготовить дома самой. Нужно всего три ингредиента. Вода, сахар, кокосовое масло. Добавьте в чайную ложку сахара несколько капелек воды. Перемешайте. Затем добавьте чайную ложку масла и перемешайте еще раз, чтобы получилось как-то вот так. Нанесите на губы и помассируйте. Смойте теплой водой. Ну, это просто идеальный скраб для губ. Наши губы стали чудесными и привлекательными, но только теперь их можно привлекательность удвоить. И для этого используйте тинт для губ, чтобы помада держалась на губах целый день и не пришлось ее поправлять, чтобы спалила училка. Берем тинт, наносим его очень мало и растушевываем, не заходя за контур губ. Тинт, кстати, обязательно брать именно в цвете, который близок к цвету крови. Это придаст нашим губам естественного цвета. Потому что если наносить розовый или сиреневый или оранжевый, то как его не растушевывай, все равно будет палевно. Красьте ногти полупрозрачным лаком. Вы даже можете купить себе установку для домашнего шелака. Шелак, кстати, делать дома очень просто. Ну, и впереди Новый год. Так что это крутая тема. Будете раз в неделю или две оформлять себе ногти и ходить в школу и не париться. Но если шелак это двинуть в сторону, чтобы не было претензий в школе, красьте ногти светлыми пастельными оттенками. Розовыми или персиковыми. Это и так бросается в глаза. Ну, а даже если бросается, за очень редким исключением учителям пофиг. Ну, на праздники или ближе к выходным можно добавить блестящий лак поверх вашего нейтрального. Это выглядит просто супер. Ну, и так же особо никого это сильно и не смущает. Проверено на себе. Так, так, так. Прежде чем мы поедем дальше, у меня есть для вас очень-очень-очень важный вопрос. Какое видео вы хотите видеть на моем канале в следующем? Я предлагаю вам два выбора. Первое видео – новогодняя тематика. Вторая тематика – бьюти. Что вы хотите? Видео к Новому году или бьюти-видео? Или, может быть, вы хотите бьюти-видео к Новому году? Например, макияж, укладка, образ. Выбор за тобой. Поэтому обязательно пишите в комментарии, какое видео вы хотите видеть в следующем. И победитель обязательно будет обвлекован на моем канале. Если у тебя помялся воротничок, но у тебя уже нет времени гладить, ты уже оделась, бери обычную самую плойку. Воспользуйся ей. Это будет быстро и круто. Я так делаю постоянно по сей день. Все, что нужно – прогреть плойку до минимальной температуры. И проглотить воротничок. Все, готово. В школе очень строго с косметикой. Но есть некоторые лайфхаки, как все-таки накраситься и остаться незамеченной. Ну, например, смешать серым с тональным кремом, чтобы покрытие было совсем незаметным. Но у лица появилось свечение, и тон кожи выровнялся, и выглядел более здорово. Ну, а не серым, подобно погоде на улице. Щипцы для ресниц – это лучшее изобретение. Серьезно, чтобы взгляд был открытым, глаза казались больше, и общий вид был сильно лучше, нужно, чтобы ресницы были как можно выразительнее. Не спешите выбрасывать свою старую подсохшую тушь. Накрасить глаза тушью – это всегда вариант эффективный и простой. Но если в школу нельзя обычную тушь, то крась ресницы засохшей старой тушью, которая едва-едва будет их красить в один единственный слой. А также подсохшую тушь можно использовать как средство для бровей. Подойдет это, кстати, всем, кроме тех, у кого совсем уж прозрачные белые брови. Тут да, черная тушь будет смотреться на них странно, хоть ее и не будет, по сути, видно. Делай два низких пучка и ложись спать. На утро, если ты это все распустишь, получишь офигенную укладку. Просто все супер! Главное, когда будете делать такой модный причесон перед сном, обязательно учтите, что волосы должны быть все-таки сухие, и что обязательно нужно действовать в одном направлении. Вы или к лицу, или от лица, но накручиваете в одном направлении вот эти вот волосы, а потом распускаем их на утро. И получаем классную укладку. Ну ладно, 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 такие кудры у вас не получатся, это я накрутилась. Кстати, вы очень часто задаете мне вопрос, как я кручу такие кудры, и ответ на него вы сможете найти в моем инстаграме. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, ведь я в самое ближайшее время выложу туда видеотуториал, где я расскажу, как вот это вот накрутить. Ну ладно, если серьезно, то у вас действительно получится очень крутые и красивые кудры, если вы будете делать таким методом себе укладочку на ночь. Не то, чтобы они будут прям голливудские и вообще невероятно красивые, но они будут реально очень и очень неплохие. Я сама так постоянно раньше в школу делала, и выглядела вроде ничего так. Ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, тык. Если ты еще не подписана, и обязательно переходи к Рине на канал, чтобы увидеть продолжение и узнать больше советов и лайфхаков. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч. Наверное.